Поздравляю вас всех с двумя прошедшими на днях трезвенническими праздниками, о которых я об одном из них даже не догадывался. 3 ноября есть такой праздник, Международный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Вот, ну, можно сказать, наш профессиональный праздник. Но я узнал, что оказывается и 2 числа тоже день трезвости. 2 числа Всемирный день неупотребления алкоголя. Вот, с 2008 празднуется, тоже всемирный. Вот, но на самом деле, действительно, если мы хотим достойно встретить Международный день трезвости, надо подготовиться до этого неупотреблять алкоголь. Потому что если ты будешь до этого употреблять алкоголь, какой тебе праздник трезвости? Вот, поэтому так вот интересно. Я не знаю, как так сложилось, но поискал в интернете, вроде так все и есть. Вот, поэтому очень радостно, что не только церковь православная об этом думает, да, но и светские люди тоже, тоже некоторые выступают за трезвость. Мы всегда видим, что из древности трезвость воспринималась как добродетель. Например, когда Священное Писание говорит нам про Иоанна Крестителя, про которого Господь говорил, что нет высшего рожденных женами. Об Иоанне Крестителе говорится о том, что он не употреблял ни вина, ни секира. То есть был тоже трезвенником. И поэтому трезвость, она действительно как-то вот всегда была в чести. Преподобный Сергий Радонежский, которого мы будем праздновать в воскресенье, он когда на Руси открывал монастыри, он взял за образец греческий устав, но добавил туда одну статью, да не будет в монастырях зельях Мельнага, предвидя, что действительно на Руси будет беда с этим змеем. И ученики его, которые во множестве основали тоже монастыри, они тоже эту статью с собой в эти монастыри привнесли. Поэтому в многих монастырях российских алкоголев был вообще неупотребляем. Правда, потом Никон в 17 веке, когда правил все по греческому образцу, он эту статью убрал. Но тем не менее, вот до 17 века все ученики Сергия, они вот как-то этого придерживались. И на самом деле, действительно, мы видим, что ситуация в лучшую сторону потихонечку меняется. Например, сейчас уже стало немодным употреблять алкоголь. Молодежь сейчас за здоровый образ жизни. Вот, если, например, я помню, мы в году в 8-м, в 9-м ездили в Меркушино на трезвенческий слет, то там один батюшка нам рассказывал, где он заехал на заправку, и там заправщик говорит, что-то много священников сегодня заправляются, у вас что, какое-то епархиальное собрание какое-то? А тот ему говорит, нет, у нас слет трезвенников. Тот удивился, говорит, вы же православный. То есть для него вот в 8-м году было сложно поверить, понять, что батюшки могут не пить. То сейчас, наоборот, вот мне перед Новым годом, как-то вот меня очень удивило, вот я иногда беседы веду в интернете, и там в чате один мужчина задал вопрос его, который очень смутил. В общем, он увидел, как батюшка выпил рюмку алкоголя, и он удивился, он говорит, а что, батюшки разве тоже употребляют алкоголь? И вот действительно, вот говоришь иногда вот с знакомыми, они вот как бы, то есть тоже сейчас вот многих удивляет, что батюшка может выпить. То есть раньше удивляло, что батюшка может не выпить, а буквально прошло сколько с 9-го года? 15 лет, да, и сейчас удивляют, что батюшка может выпить. То есть все-таки в нашем сознании произошел такой положительный сдвиг, вот, и все-таки трезвость опять в чести. Вот, поэтому можно этому порадоваться. Конечно, это не повод, как бы, закинуть ногу на ногу и сказать, все, все, что могли, сделали. Нет, все равно надо стараться жить трезво, более того, если мы живем трезво, то вокруг нас тоже как-то, каким-то образом, тоже люди, смотришь, начинают жить более трезво. Вот я когда полностью отказался от алкоголя, меня даже это удивило. Но потом у святых отцов прочитал, что на самом деле нет ничего удивительного. То есть мы в природе замечаем такое явление, да, что если положить гнилое яблоко среди хороших яблок, то все яблоки от этого гнилого загниют. А вот если хорошее положить среди гнилых, то хорошее не исправит эти гнилые яблоки. В природе так, к счастью, в духовной жизни не так. В духовной жизни можно заразиться не только злом, но и добром. И, например, Серафим Старовский говорил, стяжи дух мирен, а вокруг тебя спасутся тысячи. То есть что лучшие тысячи слов будет это твой личный пример жизни во Христе. И поэтому действительно святые подмечали, что да, если человек начинает жить добродетельно, то этой добродетелю тоже можно заразиться. Не только злом можно заразиться, но и добродетелю тоже можно заразиться. Поэтому если мы видим, что в материальном мире мы этого не наблюдаем, то, к счастью, в духовном мире мы это наблюдаем. Потому что если бы было по-другому, все бы было, наверное, печально и кто бы спасся. Причем об этом еще, это заметил еще, наверное, псалопевец Давид об этом писал. Он говорил, с преподобным преподобен будешь и, с избранным избран будешь и, и со строптивым развратишься. То есть он говорил это о компании, что если ты выбираешь себе плохую компанию, она на тебя дурно повлияет. Но мы видим, что действительно, если какой-то праведник попадает в общество, то, например, на работе человек вдруг какой-нибудь говорит, все, я с этого дня прекращаю материться. И смотришь, вокруг него тоже люди начинают ругаться сильно меньше. То есть человек прекращает пить. Вокруг него друзья, знакомые, близкие тоже, смотришь, становится меньше потреблять алкоголь. То есть поэтому добрыми делами тоже можно заразить, можно тоже влиять на окружающих. Поэтому помоги нам, Господь, стараться быть более добрыми. И тогда, если мы станем сами лучше, то мир не на одну восьмимиллиардную станет лучше, а гораздо больше. Например, на две восьмимиллиардные или даже пять восьмимиллиардных или даже десять восьмимиллиардных. Уже как бы лучше, а то и больше. Вот, поэтому будем стараться быть добрыми. И вокруг нас всех, глядишь, кто-то, кто-то, глядишь, да тоже захочет. Вот, Кузнем до Буршута, Ангела-Хранителя, Божия, всем благословение. Спасибо. Спасибо.